Добрый день! Шестая лекция. Сегодня я продолжу разговор про индекс зацепления. Я напомню, что это некоторый инвариант, пары кривых в пространстве, которые ориентированы, не пересекаются, и про которые надо понять, насколько они друг от друга независимы, можно ли, например, их одно от другое развести в разные стороны, таким образом, чтобы по дороге они ни в какой момент не пересекались. А если нельзя, то насколько это нельзя, и как различать такие пары кривых, которые, хотя и, может быть, нельзя развести, но они, тем не менее, тоже могут оказаться между собой неэквивалентными. В прошлый раз я рассказал вам три определения одного и того же числа. Правда, я не до конца доказал, что эти определения эквивалентны, но определения эти были сформулированы, а именно одно из них стояло в том, что на одну из этих кривых, которая называется первой, натягивается диск, её отображение в пространство затягивается, отображение, продолжается до отображения диска, и учитывая, берется с учетом знаков число точек пересечения этого диска со второй кривой. Второе определение было в терминах картинки, проекции этой пары кривых на плоскость, и третье определение в терминах гауссового отображения Тора в двумерную сферу, которая строилась по такой паре кривых. Сегодня я поговорю еще про эти три определения, в частности объясню до конца, почему они все эквивалентны между собой, и дам еще четвертое определение, также достаточно явным образом эквивалентно им, но все они друг друга дополняют, и в разных ситуациях показывают разные стороны этого понятия, и позволяют разными способами это число вычислять. Значит, первое, что нам осталось с прошлого раза, это доказать эквивалентность второго и третьего определения. Второе определение было в терминах проекции этой пары кривых на плоскость, на выбранную плоскость, и учета точек их пересечения. Второе в терминах связанного с этим зацеплением отображения, гауссового отображения из Тора, то есть из произведения этих двух окружностей в двумерную сферу. Ну, давайте посмотрим, давайте вспомним определение степень отображения. Для того, чтобы посчитать степень отображения, надо взять какую-то точку в том множестве, в той поверхности, в которую мы все отображаем, и взять число ее прообразов. И давайте в качестве такой точки на сфере выберем южный полюс, когда мы пойдем прямо вниз. Вот куда мы провалимся, самая нижняя точка на этой сфере, вот мы ее выберем, и будем смотреть прообразы этой точки при гауссовом отображении. Что ж такое? Давайте вспомним эти точки. Какие точки туда будут отображаться? А если мы вспомним, как устроено это отображение, какие точки туда отображаются? Южный полюс соответствует лучу, который направлен вертикально вниз. То есть, он соответствует в точности таким парам точек нашего зацепления, одна на одной окружности, другая на другой, из которых первая, лежащая на первой окружности, лежит ровно над точкой второй. Ну, а это и есть те самые точки, которые участвовали во втором определении. И все, что нам... Поэтому мы и в том, и в другом случае суммируем, в общем-то, по одному и там, по одной и той же ситуации, по всем таким парам точек, из которых первая лежит над второй. Первая принадлежит первой компоненте, первой окружности, вторая лежит в образе второй окружности. Осталось только проверить, что учёт знаков, которые мы использовали в определении степени отображения, или в учёте знаков, или при ориентации картинки, они дают нам каждый раз одни и те же числа, а, например, не противоположные, или вообще никаким образом не связаны. Давайте посмотрим. Вот пусть у нас есть такая точка, простейшая точка, в которой первая компонента проходит ровно над второй. Ну, поскольку всё, что мы хотим доказать, не поменяется, если мы немножко так повернём наше пространство таким образом, что никакие ориентации не меняются, то давайте мы можем считать, что мы повернём нашу плоскость, значит, ось Z оставим на месте, а нашу плоскость, на которую всё проектируется, повернём таким образом, чтобы проекции этих двух компонент шли как раз по осям. Ну, допустим, что у нас ситуация была положительная, в смысле нашего определения. А это значит, что после того, как мы повернули, проекция касательного вектора, проекция первой компоненты шла ровно по оси Х в положительном направлении, проекция второй ровно по оси У тоже в положительном направлении. Тогда надо взять касательные вектора, то есть, вайлесы в нашем Торе, вайлесные вектора в нашем Торе, сдвинуться немножко вдоль этих векторов, посмотреть, куда при таком сдвине перейдут соответствующие точки нашего отображения. Ну, хорошо. Значит, что означает, что мы взяли нашу точку Тора, то есть, пару состоящую из этой точки и этой точки, этой точки окружности и этой точки окружности, и немножко сдвинулись вдоль первой компоненты, вдоль первой координаты. Ну, это значит, что мы немножко прошли, мы немножко сдвинули эту точку в положительном направлении вдоль этой окружности. Что произошло, что происходит, да, а здесь точку не двигаем. Что при этом происходит с гауссом отображения? Вот этот луч, вертикальный луч, немножко перекосился, он из такого стал вот таким. То есть, он сдвинулся, его, значит, раньше он приходил ровно в южный полюс, а после того, как он, как мы его так сдвинули, он стал приходить в близкую к южному полюсу точку, но немножко от неё отстоящую. И в какую сторону? В сторону, в противоположную направлении оси Х. То есть, если мы возьмём в южном полюсе такую касательную плоскость, и в первом приближении посмотрим, куда мы за счёт этого сдвинулись, эта плоскость, на ней тоже можно ввести те же самые координаты Х и У, мы сдвинулись таким образом, что координаты У не меняются, а координата Х уменьшилась. Теперь, что у нас происходит, если мы, наоборот, первую точку оставляем на месте, а немножко сдвинулись в положительном направлении вдоль второй компоненты на нашем туре? Ну, в этом случае тоже этот луч сдвинулся, он сдвинулся вот таким образом, но при этом он уже сдвинется положительно. Понятно, что когда мы внизу прошли в положительную, увеличили координату У, то и у той точки вблизи южного полюса координата У тоже увеличилась. Итак, мы получили внизу, вот внизу, в этой площадочке у южного полюса, мы получили два вектора. Один направленный минус оси Х, по оси Х в отрицательном направлении, второй по оси У в положительном направлении. Надо понять, осталось понять, соответствует ли это ориентации нашей сферы, как мы её определять. А как мы её определять? Надо взять и дополнить эти два касательных вектора, вектором внешней нормали. Вектор внешней нормали в точке южного полюса – это вектор, направленный по оси Z в отрицательном направлении. И в зависимости от ориентации вот этих трёх векторов, мы говорим про знак ориентации нашего репера, нашего базиса из двух векторов в точке южного полюса. Ну вот, у нас получились такие три вектора. Один минус базисный век Х, другой плюс базисный У и третий минус базисный З. Конечно, за счёт того, что у нас два минуса, эти два минуса сокращаются, и получается такая же ориентация, как просто стандартные орты Х, У и З. Но это можно даже, даже можно это напрямую увидеть, если мы зафиксируем ось У, то те два базисных вектора, которые у нас получились здесь, сводятся к стандартным базисным векторам, просто поворотом на 180 градусов вокруг оси У. То есть, у нас действительно получился плюс. Если у нас точка учитывалась со знаком плюс в смысле второго определения, то она задаёт такую точку, то в этой точке слагаемое для вычисления степень отображения Торо в сферу тоже надо взять со знаком плюс. Ну, ровно так же, если там будет минус, то надо взять со знаком минус, то есть, действительно, получается то же самое число. Это был первый долг с прошлого раза, второй долг тут немножко другой, он вот какой. Я в некоторый момент рассказывал, почему первое и второе определения дают одно и то же число. Но это доказательство опиралось на некоторый факт, который тоже ещё надо доказать. Значит, как я доказывал? Я брал некоторый конкретный диск, затягивающий первую компоненту, и про него показывал, что у этого конкретного диска, затянутого первую компоненту, образ первой окружности, будет ровно столько же точек пересечения со второй компонентой, сколько точек учитывается в формуле, ну, в общем, во втором определении. Ну, и там, что легко понять, что знаки этих точек тоже надо брать, тоже они окажутся одними и теми же, вот сумма получится та же самая. Что здесь ещё надо, что здесь ещё остаётся доказать? Остаётся доказать, что... А что будет, если мы затянем к каким-то другим дискам? Может быть, если мы затянем нашу окружность, нашу первую окружность к каким-то другим дискам, то есть продолжим её вложение в наше пространство до какого-то другого отображения диска, то число пересечений со второй окружностью, может быть, оно изменится? Конечно, у такого вопроса... Такой вопрос можно решать разными способами, и один из подходов может состоять вот в чём. Ну, понятно довольно-таки, что все возможные продолжения отображения окружности до отображения диска, они между собой гомотоки. Любые два таких отображения можно продеформировать. Любые два таких продолжения можно прогомотопировать одно в другое, так что на границе они будут сохраняться, а внутри, ну вот, одно будет сначала одним, а потом оно непрерывно продеформируется в другое. И потом надо посмотреть, что там будет происходить во время такой гомотопии, и поизучать это, посмотреть и убедиться в том, что, чтобы там по дороге не происходило, как бы они там не пересекались, само пересекались, число пересечений с другой компонентой, которая изначально не пересекалась с границей, это число не изменится. Это возможный подход, но его честное выполнение всё-таки достаточно трудоёмкое. Вот есть другое соображение, в некотором смысле более полезное, и оно ещё нам пригодится, которое позволяет доказать то же самое, доказать, что от выбора этого диска ничего не зависит, и это соображение связано с таким понятием, которое у нас уже было, это понятие индекса точки относительно какой-то поверхности. Раньше мы рассматривали индекс, мы рассматривали плоские кривые, то есть отображение окружности на плоскость, пусть у нас есть такое отображение, пусть оно такое неплохое, тогда для любой точки, которая не покрывается этой окружности, да, 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 пусть у нас есть отображение окружности, и пусть у нас есть точка на плоскости, которая не покрывается, которая не лежит в образе этого отображения. Тогда для этой точки определённое такое число, индекс этой точки относительно отображённой окружности. его мы определяли двумя способами. Один при помощи, опять-таки, степени отображения, то есть это была степень отображения, или то же самое число вращения из окружности в окружность, а именно для каждой точки из вот этой отображённой, вот этой окружности, при отображении которой получается эта кривая, для неё мы брали направление луча из нашей точки, относительно которой мы считаем, индекс, в образ этой точки. Ну и тогда вот она, сколько-то раз эта кривая накручивалась вокруг нашей точки, вот сколько раз она накручивалась, такая получалась степень отображения в множество лучей, которые тоже, конечно, можно рассматривать как окружность, и вот это было одно из определений числа индекса нашей точки относительно обходящей её окружности. Но нам более важно второе определение, которое было таким. Мы берём какую-то далёкую-далёкую точку, которая лежит далеко-далеко от нашей отображённой окружности, где-то далеко в стороне, если она далеко, где-то там уже почти на самой бесконечности, то для неё это число вращения безусловно будет равно нулём. Потом мы возьмём и оттуда по кривой, можно даже по прямой, придём к нашей точке, вот к этой точке, и посчитаем, сколько раз эта кривая, по которой мы оттуда пришли, пересечёт вот эту самую нашу отображённую окружность. И каждый раз, как мы пересекаем, мы берём, учитываем эту точку перехода с учётом опять-таки знаков, в зависимости от того, пересекаем мы вот так вот или вот так вот, в зависимости от того, как ориентирована в этой точке наша отображённая окружность, берём эти все точки с учётом знаков, и итог, когда мы берём число таких точек пересечения с взятых, в которых этот знак плюс, минус число таких точек со знаком минус, это будет то же самое число, это, то есть, индекс нашей точки относительно кривой. Так вот, ровно ту же самую конструкцию можно провести и в многомерном случае, только можно брать не индекс точки на плоскости относительно отображённой окружности, а можно взять точку в трёхмерном пространстве, можно отобразить в это трёхмерное пространство, например, двумерную сферу, отобразить её так, чтобы эта двумерная сфера не попала на эту точку, чтобы эта точка лежала вне образа этой двумерной сферы, вот эта сфера как-то отобразилась, и тогда можно взять индекс опять-таки этой точки относительно отображённой сферы. Этот индекс по-прежнему можно определить любым из двух способов. Во-первых, можно его определить как степень отображения, раньше мы знали только число вращения, теперь мы знаем его многомерное обобщение, это степень отображения, степень отображения сферы на сферу. Вот у нас была эта сфера, которая отобразилась в нашем пространстве, она как-то обегает вокруг нашей точки, мы опять-таки в каждой точке нашей отображённой сферы сопоставляем луч, исходящий из вот этой точки в образ этой точки сферы, и эти лучи, пока мы бегаем по сфере, эти лучи как-то указывают какие-то точки на единичной сфере, и получается отображение из сферы в сферу. Надо взять степень этого отображения, определить индекс этой отображённой сферы относительно точки, ну вот как степень этого отображения. И точно так же можно было бы определить это число таким образом, что мы считаем, что далеко-далеко этот индекс, конечно, равен нулю, это действительно так, потому что в этом можно убедиться всего первого определения. Мы издалёка по какой-то кривой в нашу точку приходим и опять-таки считаем со знаками все точки, в которых мы эту отображённую сферу пересекаем. Опять-таки каждый раз при пересечении надо учитывать ориентацию, потому что наша отображённая сфера в такой точке ориентирована, наш путь, по которому мы идём, тоже имеет ориентацию, мы идём оттуда сюда, вот из этих двух ориентаций, двумерной и одномерной, мы складываем трёхмерную ориентацию всего пространства, получается некоторая ориентация, которую надо сравнить со стандартной ориентацией нашего пространства и получается знак. Это, конечно, подход тот же самый. Теперь почему нам это полезно для доказательства корректности, как говорят, первое определение. А полезно оно вот как. Значит, тут самый важный факт, который мы используем. Он состоит ровно в том, что этот индекс точки относительно сферы определён. Это конкретно определённое число, которое существует, которое определено для любой точки, не попавшей на образ сферы. Ну, и достаточно понятно, что для точек соседних, которые лежат в одной и той же связанной компоненте дополнения до образа этой сферы, этот индекс, конечно же, будет один и тот же. Ну, хорошо. Теперь пусть у нас есть отображение окружности в трёхмерное пространство, и мы это отображение окружности в трёхмерное пространство двумя разными способами дополнили до отображения диска. Так как-то наполнили и как-нибудь ещё по-другому. В общем, взяли два разных отображения диска, которые совпадают на их границе. И то, что нам надо доказать, это что у этих отображённых дисков число пересечения с другой компонентой, не пересекающей общую границу этих дисков будет одним и тем же. Как это доказать? Можно понять, что можно посмотреть сразу на оба отображения вместе. И первый диск, первый из этих дисков отождествить, да, значит, надо понять, что это пара отображений дисков, это всё равно, что отображение сферы. Надо отождествить нашу отображаемую окружность с экватором сферы, один из этих дисков с верхней полусферой, другой с нижней полусферой, и верхнюю полусферу отобразить в соответствии с тем, как мы отображали первую, с первым способом отображения диска, вторую со вторым. Тогда разность числа пересечения вот той другой компоненты с этим диском и с этим диском, с этим отображенным диском и с этим отображенным диском равна числу пересечения этой самой окружности отображенной, просто вот с этой отображенной сферой, которая вот так получилась, которая получилась состоящей из двух отображений своих полусфер. И все, что нам надо доказать, это то, что получится, что это число пересечения с учетом знаков равно нулю. Ну, а чему оно может еще быть равно? мы же знаем, что у нас для каждой точки, не лежащей на образе нашей сферы, есть индекс относительно этой сферы. Начнем с любой точки этой отображенной окружности, не лежащей на этой сфере, и будем смотреть, ну, да, на образе этой сферы, и будем смотреть, что с ним, с этим индексом будет происходить, когда мы двигаемся и в разных точках эту сферу пересекаем. Ну, раз пересекли, значит, как-то изменилось, уменьшился, значит, да, пересекли, ну, вот, идем, идем, и учитываем эти пересечения со знаками, но каждый, каждый изменение, каждый учет знаков можно понять просто вот как, его можно интерпретировать в таких терминах, он в точности соответствует тому, насколько при этом переходе изменяется индекс нашей точки относительно этой отображенной сферы. Ну, понятно, что раз мы откуда начали, там и закончили, то число увеличений равно числу уменьшений, а это и значит, что с учетом знаков полученное число будет равно нулю. ну, вот, 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 и все доказательства. Вот, тем самым более-менее по мере того, как то, что я показываю при помощи пальцев можно считать строгими доказательствами, мы убедились в том, что первые три доказательства эквивалентны, сейчас будет четвертое доказательство, которое идеально связано с тем рассуждением, которое сейчас было, а именно с понятием индекса относительно поверхности. Сейчас я расскажу, сейчас я скажу некоторые уже совсем не строгие слова, которые можно забыть, но, может быть, стоит и запомнить. Раньше я говорил про индекс точки на плоскости относительно кривой, про индекс точки трехмерного пространства относительно поверхности, относительно отображенной сферы, которая через эту точку не проходит. объекты, но точно так же можно вести себя и в более многомерных, точно такие же объекты можно определять в более многомерных пространствах, в четырехмерных, в пятимерных, даже в бесконечно мерных пространствах. И очень часто в математике бывает полезно рассматривать даже бесконечно мерные пространства, например, пространство всех геометрических объектов какого-то типа. Примером такого пространства является, например, пространство всех возможных отображений, пары окружностей трехмерных пространствах. Вот у нас есть одна окружность, есть вторая окружность. мы рассматриваем все возможные отображения одной и второй окружности. Это тоже какое-то пространство, конечно, оно будет бесконечно мерное и совершенно чудовищное. В нем есть разные точки. Каждая точка этого пространства это какое-то отображение. Эти точки могут быть хорошими и плохими. хорошая точка это отображение пары окружностей, при которых эти окружности не пересекаются. Может быть, даже не сам пересекается, ни одна из. А есть плохие, при которых они пересекаются. Ну, я уже признаюсь, что множество плохих точек называется дискриминатным. Множеством по некоторой аналогии с элементарной математикой. вот. Теперь, что такое вот это дискриминатное множество, оно разбивает все множество, все это пространство на разные компоненты. Что такое компоненты дополнения до дискриминатного множества? Это просто два отображения, как мы уже говорили, это два отображения, из которых одно можно непрерывно перетащить в другое, продеформировать в другое, так, чтобы по дороге у нас ничего плохого не случилось, не возникло бы самопересечения. Вообще-то любые два отображения можно перетащить одно в другое, но по дороге, вообще говоря, может случиться, что нам придется заставить им их пересечь друг с другом. Например, здесь у нас две зацепленные окружности, конечно, их можно насильно вот так вот перетащить в две незацепленные, но по дороге им придется пересечься. Тогда вот у нас возникла уже похожая ситуация на то, что было раньше. Раньше у нас было, например, трехмерное пространство, и в нем какая-то поверхность, например, образ сферы. И мы брали индекс разных точек, не лежащих на этой отображенной сфере относительно этой поверхности. И его можно определять, вот, ну, как я уже несколько раз говорил, таким образом, что мы соединяем вот эту точку с не особой точкой и смотрим, сколько перестроек, с учетом знаков, надо сделать, чтобы туда перейти. точно так же надо поступить в нашей бесконечной нервной ситуации, а именно надо рассмотреть индекс нашей точки, то есть какого-то конкретного отображения относительно нашей поверхности, который, что означает ровно вот что. Мы берем не особую точку, которая лежит как бы далеко-далеко от нее, а в качестве такой не особой точки можно взять, например, пару расцепленных окружностей и постараться соединить ее, привести ее к нашей окружности, к нашей паре, к нашим паре отображений, которые мы хотим изучить и для которой мы хотим определить еще одним способом индекс зацепления. И вот мы их так переводим одно к другому, смотрим, сколько раз мы должны при этом пересечься через дискриминатную ситуацию, вот так вот пройти, когда одна из этих прямых вот так вот подходит и пересекает другую, проходит дальше. Посчитать эти пересечения опять-таки с учетом знаков, с учетом ориентаций, которые надо особо определить в этой ситуации. И оказывается, что это число, которое мы получим, опять будет то же самое число, тот же самый индекс зацепления. Ну вот, на самом деле, если посмотреть на все определения, которые были, легко понять, что это определение эквивалентно любому из предыдущих, только надо правильно определить, что значит пересечь, как определить знак перехода. Вот, раньше мы проходили так, чтобы ориентация, там, раньше мы определяли знак перехода, то есть, знак, который мы должны прибавить, или там, мы должны этот переход учесть со знаком плюс или минус. Раньше это мы определяли в терминах ориентации всего объявляющего пространства. В бесконечно мирном пространстве, конечно, с ориентацией дело плохо. Там посчитать, там ввести, например, какой-нибудь базис из векторов, которые там касательные, ввести какой-то репер и учесть его ориентацию, это дело совершенно гиблое, совершенно безнадежно. Но, тем не менее, знак такого перехода посчитать, определить правильным образом можно. А именно, мы его определяем вот каким образом. Вот пусть у нас есть особая точка, дискриминатная точка, когда у нас произошло пересечение. И переход состоит в том, что у нас была такая ситуация, а превратилась в такую. Мы должны понять, это переход в правильном направлении или в неправильном. За этот переход мы должны прибавить эти дичку или вычесть. Оказывается, что надо сделать вот как. надо взять положение до перехода и там посчитать вот какой знак. Вот мы смотрим на эту картинку. Вот она. Заметим, что у нас есть некоторый репеш. Один из них это направление в положительном направлении, это положительное направление в соответствии с ориентацией первого компонента. Второй это направление вдоль положительной ориентации второй компонента. А третий это вектор, который идет вот вблизи этой точки, идет по кратчайшей линии от первого компонента ко второй компоненте. Эти три вектора, если у нас этот переход был общего положения, то эти три вектора, значит, если это общего положения, то они вот так вот перекрещиваются, эти три вектора линейно-независимы. для них можно определить ориентацию. Если эта ориентация ситуации до перехода была положительной, значит, мы этот переход вот в эту ситуацию идем со знаком плюс, а если идем обратно, то минус. Вот. И тут, кстати, можно сразу заметить, что этот знак не зависит от того, какую из этих компонентов мы считаем первой, какой второй, потому что если мы поменяем их нумерацию, то у нас поменяется во-первых порядок первый и второй вектора, что один раз меняет ориентацию, но зато у нас поменяется и вектор от первой компонента ко второй, который теперь будет уже вектором от второй компонента к первому. Тем самым ориентация этот знак не поменяется и мы можем его будем учитывать для такого перехода и вот так у нас получится еще одно определение индекса зацепления. Мы начинаем с незацепленных окружностей, любым образом приводим их к тому зацеплению, которое мы изучаем и считаем число пересечений со знаками, которые по дороге встретились, это и есть этот самый индекс. Конечно, тут есть опять вопрос обоснования, а насколько это зависит от такого пути или от такого пути. это тот же самый вопрос, который у нас был немножко раньше. Раньше мы спрашивали, не зависит ли определение от выбора диска. Ну, в этом случае тоже надо убедиться, что при этом определении от выбора такого пути ничего не зависит. Это доказательство действительно достаточно трудное, я его вам рассказывать не буду, но в общем оно прямое доказательство этого в терминах вот этих самых множеств перекрестий и так далее, это дело достаточно трудное, но тут можно просто сослаться, что мы же видим, что то число, которое получается, оно равно все тому же самому индексу зацепления, который мы хорошо знаем и про который-то мы уже знаем, что он ни от чего не зависит. вот тем самым корректность у нас получается. это четвертое определение индексу зацепления, которое тоже бывает полезно. Именно такой способ вычисления тоже часто бывает полезен. Мы начинаем с не особого объекта, сводим к этому, индуктивно считаем тоже такой возможный подход. конец первой части. первой части.